В эфире проект Место происшествия. Мы продолжаем выпуск. Налетчик в маске и с пистолетом выхватил сумку у женщины на улице Труда. Все произошло рано утром, когда 52-летняя потерпевшая Ираида шла на работу. Впрочем, в этот день ей пришлось опоздать из-за объяснений полицейским. Все подробности в следующем сюжете. Быстренько натягиваю и быстро не потушу и пистолет не стоит. Потерпевшая Ираида не на шутку перепугалась. На улице Труда к ней подлетел незнакомец в маске на лице, взвел пистолет и стал ей угрожать. Она подворачивается, достает пистолет, взводит его и на меня наставляет. Я не знаю, настоящий. В то утро 52-летняя Ираида, как обычно, шла на работу. Она уборщица в местном отделении банка. Женщина заметила, как перед ней на тротуаре молодой человек в красной бандане наклонился, будто завязать шнурки. Но на самом деле в этот момент он присматривал жертву, а заодно оценивал, нет ли поблизости свидетелей. Я шла оттуда. Он так тихонечко пятница, и он так в комнате туда-сюда, сюда-сюда глядывается, смотрит, есть ли народ или нет. И тут классика жанра – жизнь или кошелек. С последним она рассталась, не думая. С собой у Ираиды была сумка, в которой лежали документы, личные вещи и кожаные портманы с деньгами. Скажите, а что в сумке находилось? Итак, паспорт. Грабитель в маске выхватил сумку из рук женщины и сбежал. В кошельке лежали 2750 рублей. На место потерпевшая вызвала полицию и подробно описала налетчика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Алина Котрихова, Павел Москвин. Место происшествия. Проведи свое путешествие с «Империей сумок». Самый большой выбор по специальным ценам. «Империя сумок». Наши цены приятно удивляют.